Всем привет, меня зовут Борис. На данное мероприятие я первый раз и должен уйти здесь в первый раз в том году, но, как обычно, это так получается, что что-то обсирается. В этом году, в принципе, все удалось и, ну, тоже так на технике, потому что, буквально, вот, надо уже, типа, выезжать, а я собираю столом, чтобы сюда вздречь, с определенными, а не кончащими проводами. Собственно, вот, ладно, сейчас я понял. Не помню, где я в первый раз увидел подобную машину, но, когда увидел данный кузов, сразу влюбился, как он хотел. Собственно, это Toyota Mark II, 88-го года выпуска. Кузов ГХ-81. Мотор 1ГЗЕ для логистров-домбрессера. Когда я их увидел, влюбился, сразу начал искать, искать что-нибудь подобное. Сразу знал, что что-то живое, придется искать где-нибудь по-любому за Уралом. Даже нашел определенные средства. Говорю на Алтайске, и чуть был, типа, вот, собирался уже ехать в авиатанку, чтобы появляться, ехать за ней. Вот, может, что-то как-то меня отвело от этого. А, чтоб, не знаю. Ну, еще долго, долго-долго умышел от Явита, а вторую сквозь более-менее живых вариантов, что-нибудь, что-нибудь до Урала. Вот, и тут однажды просто увидел же объявление, типа, Mark II, вот, он, что-то, приезжает, забирает. Вот. То есть мне такое красиво, что я, там, ездил куда-то, в Удиловск, Абас, там, проезжал, там, пять тысяч километров ради машины, нет, я просто тепла. Ну, зато, что дает, когда букву, машина, вот, круто, желаю, нормально. Надо брать, взял. Собственно, владею ей уже год, пока за год сильных... Это я сейчас скажу. Сильных пока изменений, ремонтов, введений нет. То есть, эээ, пока за год просто собирал финансы, собирал информацию, что за машина, чем это вообще едят. Эээ, ну, и собирал всякие, собственно, запчасти для управления. Эээ, не знаю, что это было. Пока... Эээ, короче, в общем, купил детский, нашёл детский, почти одногодский с этой машиной, детский, 91-го года. Эээ, Рейс Волк, смерть. Прокрасить смерть. Ээ, 16-е. Эээ, далее. Эээ, куда, в принципе, достаточно более-менее живой, но в будущем всё равно, думаю, нужно, эээ... Ну, я чем заниматься и планирую перекрашивать. Эээ... 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 Съезжу, кстати говоря, почти на неподготовленной машине. Т.е. вот вдруг я просто поменялся с маслом мотором. Эээ... Съезжу, наверное, подряд сделал масло в коробке. Эээ... И со спокойной душой, эээ... Вообще, полный вес от того, что машина не везёт. Поехал в свадебное путешествие в Крым на этом автомобиле. И он вообще, вот, в гостю поездку, вообще, эээ... 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 Я подвёл эту машину, потому что приехал в Крым и обнаружил, что... Эээ... У них там нет камер, в основном, здесь в Москве. У меня немного сорвала башня, и, в общем, я начал ездить там как отморозить. И, в общем, это привело к тому, что... Я обогнал жигу. Вот. Эээ... Задницу. Эээ... Эээ... И... Слуги на бампере жиги, во великых участницах, решать, что ты совпали с... Эээ... С моими сценариями. В общем, в момент ударя я там слышал средств стекла, отбивающегося и отступающегося на пальце. В этот момент я почувствовал боль. Страдание. Хотел сплакать. Хе-хе-хе. Вот. Эээ... Даже есть боевое ранение, вот здесь вот есть след глушительный. Хе-хе-хе. Эээ... Собственно... Много более... Ну... Это повлиплое за собой, потому что найти оптику мне оказалось тоже таким занятием. Нашел один комплект, эээ... Знал, что оптика вещь такая крупная и... Привезти ее будет сложно. Эээ... Понадеялся на какую... Ну, одну из самых, из-за, дорастающих стартов этой компании «Залых линий». Эээ... Привезли мне этой компании оптику, и когда я забираю коробку, то было очень больно слышать, когда в коробке просто шуршало... Эээ... Ну... Разбитое стекло. Вот. Нашлось, эээ... Заказывать еще комплектом с живым корпусом, с сбитыми стеклами. Там одна с парой. Эээ... В целом стеклом с, эээ... С горящим корпусом, в общем, Собираться с трех парой в одну, вот... В общем, эээ... Эээ... Нитим усилием для страны собрано оптика, более-менее. Эээ... По поводу лобового стекла. Эээ... Только... Немножко... Трагически. В общем, ехал по платке, по М11. Эээ... Эээ... Ехал... Эээ... Ну, как честно делать, я не думаю, сейчас проеду, заплачу, чтобы... Так... Все, как у людей. Ну, ну, более здесь, действительно оплата. В общем, один шлагбаум, банальный просто открытый. И очень долго все это открыто. Я подумал. Ну, наверное, если... Спортсуну, типа, братан, вот, пожалуйста, проезжай. Сегодня переездил бесплатно. Эээ... Подумал, почему бы нет. Эээ... Открыл. Эээ... 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 Проехал и... Вкусный удар. И... Эээ... В момент удара уже упрал где-то метод через 500, чтоб понять, о чем происходит. Открыл. На пол леса руки. Выдал только. Ну, теперь давно уже все нормально. Может, может, это ушло, потому что... Полностью лесой видал, потому что он вискалер на нас сделать. Ну, собственно, не беда. Зато переидеальное спекло. Ну... Буду менять всё. И так, извините, частью веса. Собственно, по плану... По плану... А, ну... Салон применял очень долго, потому что, к сожалению, там побывали русские руки. Непонятно только зачем. Пластик вес почему-то был переломан, все крепления были сложны. С долгими... Очень долго искал целый пластик, собирал его прям по кусочкам. И вот буквально сегодня просто накануне вызвал, просто создавал свои деньги. И, блин, очень доволен так вот, потому что все целое теперь в салоне, по крайней мере. А, по планам... Лежит уже, в принципе, вся подвеска, в плане рычагов и всех резинок, собственно, боксов, фару. А, ближайшее время замены, потому что... Ну, в общем, резинка уже плохая, прям, ну... Очень, например, на большинстве атаке сложно. Страшненько для меня, чтобы проходить повороты. Вот. Дальше... Планирую все фуллтапы. Дабы немножко все... Приземлить машину. Чтоб вид немножко имело все в валах. Вот. И, возможно, в будущем... Планирую... Эээ... Свап на... Пузе... Банально просто потому что... Кажется, что ДЖЕ уже мало. И просто сочли, сейчас, из-за образового мотора. Из-за звука и за бесимое количество моментов. Вот. Собственно, как... Какая-то вот такая же уже получилась. Сейчас, спасибо. Вот. Если есть вопросы, то не спрашивайте. Продолжение следует...